Дорогие друзья, из-за увеличения работы мы переносим обучение на третьем потоке школы регрессивного гипноза ARGO-VP2 на февраль 2023 года. Приглашаем на обучение всех тех, кто проходил у нас чистки, биополе и встречи с кураторами, а также учителями или своим высшим Я. Количество мест в группе ограничено. После обучения будет один месяц практики. По вопросам обучения в школе обращайтесь к нашему администратору Ольге. Контакт Ольги стоит в описании к этому видео. Нашла? Она стоит в каком-то потоке, с которым она не справляется. Как нагрузка для нее? Понял. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Марину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Марины поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, когда давали она к проверке, доверили она нам в свое биополе на период сеанса. Доверила уже. Марина, а что это за столб энергии, который стоит? Вы в нем стоите. Вы знаете его происхождение? Она насыщалась энергиями Арктура. Это одноразовый процесс, а вы сейчас в нем находитесь. Вот вы уверены, что это именно эта энергия, которой вы сейчас заправились? Именно от Арктура этот столб, в котором вы стоите? Я так думаю. Хорошо. Я даю команду на щитри этот столб энергии перемещается в клетку-тюрьму. Один, два, три. Хорошо. Я даю команду на щитри сканер сканирует пространство над головой Марины под ногами, сканирует систем тонких тел Марины, находит все. Нет, у него ничего больше, но к столбу к этому идет канал. Отлично. Из этого канала притягивает ответственность. Один, два, три. Стоит в клетке. Это рептилоид. Снимается все маски и голограммы. Реп представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Устраивает канал от рептилоида. Все ответственные, которые все остальные, кто был связан с рептилоидом по этому проекту, притягиваются в клетку-тюрьму. Стоят в клетке. Ты знаешь, идет информация, что это рептилоид на раз запускает такие столбы. И в клетке конкретно это, как сказать, женщина-рептилоид? Женщина-рептилоид? Матка. И как нам это понимать? Считай цифры у нее над головой. 72, 86. Они открывают эти столбы. А почему я должен это акцептировать? Пуская благодать на землю, информируя через свои эгрегоры. Так, мне нужна ценная информация, иначе ты для меня никакой ценности вообще не представляешь. Сколько ты находилась в биополе этого человека со своим столбом? Сколько идет это воздействие уже? Две недели. 14 дней. Да. Как произошла подключка? Она принимала эти столбы. То есть ты хочешь сказать, что это учение, которому следует в настоящий момент Марина, это учение рептилоидов? Это не учение. Это информация, которую она совершенно не умеет анализировать. Очень интересно. Очень интересно. Понятно. Хорошо. Но эта информация идет от ваших представителей, живущих на земле, правильно? Которые передают это учение дальше, вот таким как Марина. Не умеющих анализировать эту информацию. В этой информации наверняка есть какая-то ловушка. В любой информации есть ловушка. Хорошо. Объясни мне, какая ловушка в этой информации, в этом столбе. Таким образом мы подключаемся к легко верующим людям, не проверяющим информацию, не включающим свою интуицию. Людям, которые цепляются за такую информацию без всякого анализа. Через информационные системы мы пускаем определенную информацию о запуске энергии дружеских вам цивилизаций. Люди хватаются. Не проверив это. И открываем свои столбы энергии. Я понял, она попала сейчас в ловушку. Она искала энергия Арктура, а нашла ваш канал. Правильно я понимаю? Именно так. Ну, в принципе, у меня никаких нет проблем с этой информацией. Я хочу услышать мнение Марины. Марина, вот рептилоид, достаточно высокого уровня, матка рептилоида, рассказывает, что вы подключены из-за, как я полагаю, наивности, легковерности. Какой-то фальшивой информации. Вы осознаете это сейчас? Она сама нас запустила, принимая наши энергии. Я понимаю. И вот именно в этом-то и вся проблема. Она добровольно вас впустила в свое биополе. Марина, как так получилось? Тонкая копия. Марина все прекрасно понимает. Она стряхивает с себя всю эту энергию. Этот столб идет вразрез с ее энергией. Эта физическая копия не справилась, значит, да? Не физические, не тонкие, они вразрез, то есть они, как я для нее, вот эта благодать, которую пускает. Ну, как она могла попасть в эту ловушку? Вот в чем вопрос, Марина. Вы осознает душа. Интуиция подвела, она не анализирует. Все, хорошо. Марина, вы услышали это слово, которому мы ввели, она называется интуиция. У Марины внутри свой собственный арктурианский стержень, с которым она может с Арктуром и его представителями легко связываться и расширять свои энергии. Но она почему-то... Ушла в сторону. ...принимает непроверенную информацию. Хорошо, мне больше нечего добавить к этому. Хорошо. Так, Рептилогич, что ты установил в биополе или установила в биополе? Марина, есть что-то еще? Она сама установила этот свет. Кроме света, есть еще подключки? Пока ничего. Хорошо. Эти столбы энергии пока только застолбили определенных людей, которые сами... Добровольные. ...своего согласия убрали свои защиты и получили свой столб. Хорошо, Марина, вы хотели попробовать альтернативу, вот вы ее получили. Мы вам показали правильное решение, правильный путь, как это все делать, как себя защищать. Ну, вы решили таким образом пойти. Я считаю, что это хороший опыт для того, чтобы развиваться дальше. Включая внутренний белосвет в Марине. 1, 2, 3. На счет 3 выдавливая из Марины все негативные и патогенные энергии, находящиеся в ее биополе. 1, 2, 3. Также выходит все, все энергии, находящиеся на чистоте рептилоида. Все формируется в шар. Готово. Большой шар. Мяч. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Я даю команду Марине на счет 3. Сделать импульс высокой, обратно на шоку удара. И отсечать себя канал к рептилоиду. На счет 3 этому свету. 1, 2, 3. Пошел удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Канал выходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Под этим светом открывается портал в галактическое ядро. Свет уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Рептилоид готов ходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Рептилоид уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Нечего ему сказать. Он зашел на то, что он должен заходить. Поэтому Марина должна все-таки как-то анализировать информацию. Но мы об этом уже говорили. Давай заправим Марину энергией. Посмотри, пожалуйста, сколько ей нужно энергии. Какая частая вибрация. Максимально комфортная. На счет 3 макушку головы. Марина начинает поступать 7. Высокоаббрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Марина. Мы закончили вашу чистку. Сейчас я останусь с вами. А Вера пойдет и поднимет Аарона в комнате диагностики. И мы его проверим. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2019 года, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. 2, 3. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом заданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Аарон выходит из биоробота. Если что-то чужеродное есть, проявляется. Но он в Ааронке, во-первых, стоит, а во-вторых, у него чихает, как аллергичное что-то в нем. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Аарона в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Аарона поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Аарон, мы приветствуем тебя. Готов к проверке? Капризничает. Идет к маме. Ему мешает что-то. Кто-то. Кто-то. Хорошо. Итак, мама дает согласие на проверку? Дает, да. Хорошо. Эту воронку видишь? Вижу. Я даю команду. На счетре эта воронка выходит и летит в клетку-тюрьму. Полностью. До последнего микрона. Все энергии вместе с этой воронкой выходят и летят в клетку-тюрьму. На этой чистоте. Готово. И в нем пыльца золотая. Таджин, скорее всего. И ответственно выстраиваю канал. К ответственному притягиваю в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Стоит в клетке-тюрьме. Таджин большой, золотой. Приветствует он тебя. Он руки сложит. Приветствую, Джин. Приветствую. А чем объяснить твое присутствие в биополе ребенка, которому так мало лет? Считай, Вера, цифры над головой, Джина. 10 230. Он присутствует в доме, и у него разбросаны энергии, которые попадает ребенок. Расскажи мне, мне очень интересно. Во-первых, 10 230, если я не ошибаюсь, это один из самых высоких джинов, с которыми нам до сих пор удавалось встречаться. Он кивает. С другой стороны, мне интересно, такой высокий джин, с какой вещью он попал в этот дом, как вообще, твоя история. Он показывает, он говорит золото. Золото. Он сам таким цветом и энергией цветом. Хорошо, а кто тебя притянул? Член этой семьи или как попал? Получилось так, что именно в этом доме твое присутствие есть? Он показывает на свет, на потолок куда-то. Да. Да, что-то типа люстры, лампы. С такими как хрустальными, что ли, круглыми штучками. Я понимаю, да? Весюльками. И что там? С этой вещью он попал? Да. Понятно, понятно. А что тебе так интересно было именно в этом доме? Какие-то особенные люди живут, какие-то особенные интересы у тебя? Тебе же надо золотые монеты зарабатывать. Как они работали на тебя? Все зарабатывали. Ну, понятно. В том числе я. И ты зарабатывал? Ну, понятно. Ты зарабатывал в первую очередь. А как выражалось твое воздействие на них, что ты зарабатывал эти монеты? Это значит, им надо было очень много пустых действий производить или напрасных действий. Только так ты можешь заработать. Не так ли? И что это было тогда? Я выполнял желание. Хорошо. Ты хочешь сказать, кто-то пригласил конкретно золотого джина и сказал, золотой джин, приди и исполни мне желание. Я правильно тебя понимаю? Он смеется. Конечно нет. Вот и я сейчас начну смеяться. А как это было? Он почему-то постоянно показывает. Да. Рабочее место. Рабочее место на втором этаже, да? Я вижу сейчас. Третий. Третий этаж, да-да-да. На третьем этаже я вижу. А что с этим рабочим местом связано? Там что-то есть особое? Там он находится, он сидит, контролирует. А ты контролируешь весь бизнес и поступление всех, так сказать, денег и все остальное, да? Ты влияешь на ситуацию. Но ты мне так и не ответил. Как именно ты зарабатываешь? Он говорит, что я как главный менеджер. Хорошо. Ты главный менеджер. Но ответь на мой вопрос. Я содействую увеличению дохода. А какую цену они за это платят, скажи, пожалуйста? Это увеличение дохода в общем. Какую цену платят эти люди? Разную. Иногда здоровье. Иногда время. Иногда здоровье. Иногда время. И в конце какое ощущение они получают? Усталость. Хорошо. Усталость. Разочарование? Неудовлетворенность? Зачем? Они видят результат своих действий. Это их удовлетворяет. Хорошо, Марина. Вот такой интересный золотой джинн сидит в вашем ребенке сейчас. А почему ты именно в ребенке сидишь? Я не понимаю. Разбросан энергии моей по дому. Ребенок живет в доме. То есть он вступил в твою воронку, а я придел. Это энергии с густки, как сетки. Ты их по всему дому там расставил, да? Да. Хорошо, значит, ребенок... Весь дом должен обогащать. Понятно. Вместе со мной. Значит, ребенок вступил случайно в эту воронку, и поэтому я тебя притянул, да? С густки энергии. Хорошо, я просто сегодня буду чистить еще дом, поэтому нам придется с тобой еще второй раз встретиться. Но я тебе объясню, как мы это сделаем. После чистки я тебя отпущу в дом. После этого спущусь сам в дом. Потом через пару минут мы все уберем, все почистим. Я открою тебе портал на твою чистоту, и ты уйдешь на свою чистоту первый раз. Хорошо. А сейчас я даю команду скэнеру. Скэнер на счет 3 сканировать пространство. Над головой аэрона, под ногами. 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, воздействия. От этого выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы, и ответственность за эти подключки, воздействия энергии. Притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел аэрона. Находит все. У него черт к воронке притянулся. Черт еще. Никого нет больше. Энергии Джина только у него внутри. Черт. Ты в квартире живешь? Или где ты снимал? В доме. Понятно. Хорошо. Ну что ж. От лестницы показывает. Я понимаю. Хорошо. Значит, мы тогда сделаем следующее. Сейчас все. Сколько вы находитесь в биополе аэрона? Мы его чистили недавно. Есть ваши подключки в нем? Носочки? Черт. Джин. Твои энергии есть в нем? Джина энергии много в нем. Угу. Хорошо. А в верхней части в основном. Хорошо. Я даю команду. Тонкая копия Арона. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственных за чужеродные негативные патогены низкоабарационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. Канал выстраивается и к воронке. Я даю командую тонкой копии произнести отчуждение всей чужеродной патогены низкоабарационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Арону. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Кому что идет? К Джину идет золотая энергия, и Арон он как с лица их убирает. Руками помогает. Пыль золотой утра. Правильно, правильно, Арончик, правильно делаю. Сейчас уберем. Джин, а что ты у ребенка забирал? Он еще не в состоянии зарабатывать денег. Говорит, что он попал в мой капкан. Я понимаю, хорошо, твоя пыльца присутствует в его биополе. Что ты получал от этого? Как она воздействовала на его физическое состояние? Аллергично. Вот поэтому он чихает? Сейчас, да? Когда мы его поднимали? Поэтому. Понятно, хорошо. Марина присутствует рядом, все это должна понимать и видеть. Ждем окончания реверса. У него нос, глаза, дыхательные пути, горло. Все это пыль зазарено. Она внутри его очень беспокоит. Беспокоила, она вернулась уже. Все вернулось, отлично. Закончился реверс? Посмотри. А черт капризы забирал. Капризы. Зашел на капризы. Нравится. Ну это его чистота капризы. А к чему ты провоцировал, черт ее, ребенка? Каким действием? Чем больше крика, тем больше. Я питаюсь. То есть там крик переходил в истерику или как ты хочешь сказать? Он усилился или не прекращался? Как мне это понимать? Внимание. Требовал внимания. Внимание требовал от всех членов семьи. Все понял. А если нет, начинался капризы, правильно? Да. Все хорошо. Мне черту тоже нечего сказать. Поехали дальше. Как у нас реверсон? Закончил. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса забираем всю чистую энергию. Арон забирает себе всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Арон себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Черт, а что ты установил в его биополе? Сколько ты находился в его биополе? Носочки или что у тебя там? У него носочки и у него на руках что-то. Он глаза трет. Хорошо. Глаза трет и с рук вот эта энергия попадает. Клаксивость. Все понял. Раздражение идет. Понятно. Энергия раздражения. Ждем, пока ревер закончился. Знаешь, черт у него радость и смех забирал. Поменял на вот эту плаксивость. И слово идет конючить. Конючить. Знакомое слово. Без конца просил. Просил внимания. Требовал внимания. Я думаю, родители знают теперь причину таких ситуаций. Нам они не рассказывали об этом, но так и есть. Вернулись. Ревер закончился. Хорошо. Давай, черт. Выходи, снимай носочки. С рук снимай. Все, что ты оставил. Все свои энергии забирай. Возвращайся в клетку. Докладай о готовности к проверке. Проверка будет сканером несколько миллионов герц. Если там хоть что-то останется. Существует опасность, что ты сгоришь. Поэтому в твоих интересах все вытащить. Приступаем. Руки, комки какие-то у него снял. Он и носки снял. Все забрали, да? Включаем внутренний белый свет. Арону. Один, два, три. И на счет три арона выдавливает из себя этим светом до последнего микрона. Все чужеродные негативные энергии на частотах джина, черта, а также их подключики артефактов. Один, два, три. Все до последнего микрона светом выдавливается и формируется шар перед ароном. Вот сейчас он смеется, на шар показывает. Сформировался? Да. Открывая под ним портал галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, я даю команду. Марина на счет три. Помогает арону. И они вдвоем дадут импульс. Высокое аббрационное шокодо. Разстегнут все каналы, которыми связан арон. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Получилось? Готово. Открывается портал галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, здесь мы закончили. Сейчас заправим арона. Нет, у нас Джин остался с чертом. Хорошо, Джин. Значит, сделаем таким образом. Я сейчас открою портал один. В этот портал в дом. Вы уйдете вместе с чертом. Через пару минут я приду. Верну ребенка назад. И мы почистим комнату. Уберем там все, что есть. А ты за это время собери всю свою пыльцу. Я приду и проверю. Если все будет чисто, я открою портал. И ты уйдешь на свою чистоту. Все понятно? Вместе с чертом. Он на своем. Да, понятно. Открывается портал против часовой стрелки. В дом. Марины 1, 2, 3 и арона. И Джин уходит в этот портал. И черт уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Что-то от них осталось? Нет. Отлично. Хорошо. Так. Шар мы выдавили. Проверку. Давай заправим арона энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Какая частая вибрация? 120 и 15. И на счет 3. В макушку головы арона начинает поступать 7 высокоибрационных потоков. По 120% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 15 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию арона в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Сейчас расскажу. Значит, вибрации, которые его родные энергии, они ему как лечебные, вот эти вибрации, они по всему телу у него вибрируют. И они его лечить будут во сне. То есть пока он спит, у него вот эти вибрации, они его... Они будут его лечить от энергии джина. Хорошо. Восстанавливая. Отлично. Я на месте. Хорошо. Марина, мы вернули арона. Сейчас мы возвращаем вас назад в систему биоробот-душа. Вы все поняли у вас? Вопросов нет? На этом этапе понятно. Отлично. И для освоения энергии вибрации возвращает он к копии Марины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. И отключайся от Марины. Дом ты видела. И на счет три ты стоишь перед ее входной дверью дома. Один, два, три. Да, я здесь. Входи в дом. И я даю команду на счет три. Клетка остановилась в зале. Хорошо. Кто у нас там? Джин. Черт. Бес. Здесь несколько воронок блуждающих. Сколько? Четыре. Четыре воронки. Хорошо. Так, неупокойная душа. Неупокойная душа. Арахноид. Арах... О, как же. Арахноид. Рептилоид. И сколько игреев? Два. Два игры. Хорошо. Еще кто? Все. Хорошо. Марина. Была уверена, у меня чистая квартира. Сейчас быстренько пройдемся. Рептилоид Греймис. Подождение, все, еще есть. Дракон есть. Дракон какой? Небольшой синий. Ну, небольшой для меня. Он в гараже. Ну, он малыш такой. А, в гараже. Прячется. Ну, ладно, мы все равно туда придем, отпустим его. Хорошо. Значит, у нас джин, черт, бес, воронки. Четыре штуки. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Воронки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Неупокойная душа, арахноид, рептилоид и два Греа и маленький синий дракон. Начинаем тогда с джина. Джин, ты все забрал, да? Как велели. Хорошо. Ну, мы же с тобой решили интеллигентно. Если наши пути сошлись, надо интеллигентно найти решение и разойтись, чтобы каждый остался при своей чести, без обид. Я надеюсь. Ты доволен? Согласен. Я тоже так считаю. Хорошо. Ты готова уходить? Я прошу тебя больше не приходить в этот дом. Мы все будем здесь запечатывать. Здесь будет невозможно находиться для тебя и твоих энергий. Найди себе новые места обитания в этом районе. Я думаю, тебе там куча возможностей. Да, он найдет и искает других хозяев. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина 1, 2, 3. И джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо. Переходим к рептилоиду Грею. Как долго вы находитесь в этом доме? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Грей, вы меня уже просканировали? Да. Ну вот я почувствовал это. Ладно, хорошо. Шесть месяцев. Где вы установили ваши платы? Ваши подключки, где они стоят? В спальниках. Хорошо. Давайте сделаем так. Рептилоид, дай команду Грею. Пусть они выйдут, соберут все, что вы оставили, ничего не забудут и вернутся в клетку. После этого я вас отпущу на вашу частоту. Приступай. Какая цель была у вас, ваших подключек? Отток энергии. Все понятно. После чистки Марины. Да. Они хотели свернуть свою деятельность, но видя ее сомнения остались. Отличный совет, Марине. Хорошо. Благодарим и за эту информацию. Они, знаешь, где еще? Квадрат. Где? Над потолком. А что, какая функция? Самые высокие точки. Под потолком, вижу, да. Это был прибор для сбора энергии. Правильно я понимаю? Отток энергии. Да, там идет определенный поток. Типа аккумуляторы, да. Хорошо. Это как раз поток, который принимала Марина за энергией космоса. Ах, вот как. Вот как. Он действительно выглядит потоком из светлых энергий. Скажите, рептилоид с Грэмми, вообще реально существовала возможность у Марины проверить эту информацию? То есть попробовать хотя бы снять маски и голограммы с этого потока? Или там знаний не хватает? Или там нет сомнений? Или как получилось так, что она ваш поток приняла сразу за тот поток, который она желала? У них хорошие маскировки. Голограммы хорошие, да, у вас? Я понимаю. Он имеет в виду, что свет выглядит именно так, как он должен выглядеть. Но это не то, за что. То есть надо уметь различать голограммы. Понятно. Или снимать команды. Хорошо. Но этому надо... Убрали. Убрали. Хорошо. Готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоид, один на чистоте Грэф. Один, два, три. Рептилоид уходит в свой портал. Грэй уходит в свой портал. Забирает все, что с собой принесли. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид. У тебя здесь столько было раздолья. Я полагаю, ты много везде раскидал паутины. Наследство есть у тебя, твое здесь? Нижний этаж. Нижний этаж. С наследством и на верхних двух паутину раскидывают. Хорошо. Давай тогда выходи из клетки. Собирай все, что я оставил. Ничего не забывай. Потому что мы будем потом проверять дом. Если вдруг что, я не думаю, что ты хочешь, чтобы я тебя притянул второй раз. То есть на верхних этажах он собирает энергию, чтобы растить свое потомство. То есть на нижнем этаже. Все правильно. У него много потомства. Там я же тебе говорил, рай для арахноида. Когда я видео смотрел. Столько закуточков, тихих мест, теплых мест, которые они обожают просто. Но они беспокоят на нижнем этаже. И много хлама, где можно прятаться. Прятаться. Я же говорю, рай для арахноидов. Готов. Хорошо, арахноид. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай. Растворяй. Готово. Черт, бес у нас остались. Считай цифру. Керцовку у беса над головой. Восемь. А у черта? Пять. Хорошо. Бес. Я полагаю, ты здесь главный, да? Кстати, черт стоит со своей воронкой, в которой он перемещается. Давай сделаем так. Кто из вас здесь главный? Черт, бес. Бес, ты хозяин? С кем разговаривали? Места хватает всем. Разные у нас частоты. Я понимаю. Конечно, я главней. Я почему спрашиваю? Я просто сейчас собираюсь, во-первых, закрывать все порталы. Во-вторых, надо все собрать в доме, чтобы оставили. Он говорит, что есть еще главней, но он на... На участке, я знаю, демон там есть. Хорошо. Ну, просто кому отдавать негатив в доме? Мне, конечно. Вот видишь, а ты же говорил, все равные в доме. Все имеют свою власть. Всем хватает места. Всем хватает места. По вибрациям. Ага. Каждый на своих. Но главный, конечно, я. Значит, давай сделаем так. Пусть черт сейчас дай ему команду. Пусть он выходит, собирает все, все комочки, все, что он раскидал, по всему дому. Ничего не забывает. Твои устройства, твои ловушки. Ты сам соберешь или ему сказать? Или он соберет? Сам он соберет. У них разные вибрации. Хорошо. Давай, черт. Выходи, собирай все, что ты раскидал по квартире. Ничего не забывай, предупреждаю, не шути. Я шуток не понимаю. Если я вдруг, даже после того, как я тебя отпущу, вдруг что-то найду, я тебя вытащу, где бы ты не находился. Черт больше лез к ребенку. И нижний этаж. А, он к ребенку лез. Там есть негатив, который образуется от вещей. Захламленную. Понял, да. Вот это, да. Но оно притягивает. С коллодированных. У них есть своя энергетика. Негативная, конечно. Которая вот черт питается. И выше ребенка тоже, он не может прыгнуть. Там другие вибрации. Угу. Хорошо. В чем черта? Он в воронке кружится. Собирает. Как на серфинге, да? Как юла. Готово. Хорошо. Так, все собрал. Бес, ты мне пока аж портала. Тогда я черта отпущу. Покажу, да. Хорошо, черт. Открывается внизу портал противочасовой стрелки на частоте черта. Один, два, три. Черт. Забирает все, что он с собой принес. И уходит со своей воронкой на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он сказал Бесу, что он козел жадный. Раньше меня так называли они. Пусть он будет. Хорошо. Я думаю, Бесу это по барабану. Хорошо, Бес. Давай, выходи. Собирай все, что ты раскидал в этом доме на своей чистоте. Ничего не забывай. А потом перейдем сразу к порталам и сбору негатива. В спальнях у него одеяло. Как оно воздействовало? В спальнях. В спальнях во всех, да? Как оно воздействовало? Сны ужасов или что там было? По-разному на всех. Кого-то бессонница. Кого-то раздражение. Он показывает ногами, когда вот так вот двигает человека. Ему неудобно спать. Беспокойство. Во сне. Кухня нравилась ему. Он называет ее теплым местом. Собрался. Хорошо. Давай сейчас пройдемся. Покажи мне, где порталы в этом доме. Я их закрою. И потом перейдем к негативу. Приступай. Значит, он идет через спальню ребенка. Здесь коридор и зеркало в конце. Это портал. Видишь это место? Да. Внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Фантом портал. Он на на частицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он прямо портал этот был из коридора в это зеркало. Как труба. Как труба. Хорошо. Космический или низкий? Низкий. Низкий. Хорошо. Дальше проходит ванна. Окно в ванне. Под окном внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Фантом портала. На на частицы. Все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Значит, дальше идет спальня. Там квадрат на потолке. Это космический портал. А что за... Это артефакт? Квадрат? Это скульптура? Нет, он порталом идет наверх. А, квадратный портал там находится? Квадратная форма, да. Понял. Хорошо. Открывается. Скорее всего, вот это, о чем шла и речь. Насчет столпа этого энергии. Может быть, это с рептами было связано чем-то. С рептом. Открывается под порталом. Портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот космический портал. До последнего микрона. Фантом портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Наверх идет он. В одной из пален наверху. Окно. Оно получается наверху окно. Крыша. Хорошо. Под этим окном внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал. Фантом портала наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Идем дальше. Спускается в самый низ. Ну там, где арахнует сидел, да? Первый этаж. Значит, здесь портал. Бойлер, комната, где стоит бойлер. Там портал в стене. Ну это теплое место. Отлично. Открывается по всему периметру этой бойлерной, этой комнаты. Внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Фантом портала. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Да, готово. Хорошо. Еще есть? Есть в ванне. Пол в ванне. По всему периметру пола в ванне открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Фантом портала. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. О сауне портал. Сауна. Это в доме находится, Вера, да? Нижний этаж, да. Хорошо. По всему периметру сауны внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Фантом портала. И наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Этот портал, он как воронка на уровне, как дверей в сауну и захватывает комнату. Хорошо. Мы его закрыли и надо залить его? Нет, он исчез. Хорошо. Мы его спросили. Отлично. Идем дальше. Прачечная стена. Прачечная стена. По всему периметру этой стены прачечная открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Фантом портала. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. Хорошо. 8 порталов. Отлично. Возвращаемся к нашей клетке. Хорошо. И я даю команду на счет риска. Вибрационными энергиями, эмоций, мыслей и чувств. Пошел процесс. Ты знаешь, здесь какая-то энергия пустоты летит. Хорошо. А летит она от сухих растений. Хорошо. Обращаем внимание, Марина, насчет сухих растений. Они всегда несут негативную, мертвую энергетику. И она не... Патогенная идет. Патогенная энергия, да. И она очень негативно влияет на здоровье всех, кто живет в этом доме. Она пустая. Пустая. Мы рекомендуем вам избавиться. Как можно скорее от этого? Больше мы сделать не можем. Шар собрался большой. Там много мыслей, реакций, людей. Отлично. Два шара у нас должно быть, да? Я про негативные говорю. Да, два шара. Космический большой? Ну, он большой, но негативный больше. Под космическим открывая портал в галактическое ядро. И он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Бес готов забрать? Готов. Отправляю Бесу. Он его съел. Хорошо. Готов уходить? Да, открывай. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса 1, 2, 3. И Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Он говорит, заслужил. Согласен. Помог. Получил. Без проблем. Готов. Хорошо. У нас осталась неупокойная душа, да? Синий дракон. Ах, синий дракончик здесь. Дракоша. Считай цифры над головой. 235. 235. Ну, маленький он еще. Хорошо. Ты что-то остановил в доме? Есть что-то твое? Платы где-нибудь? У гаража есть платы. Хорошо. Давай, выйди сейчас. Принеси эти платы. Собери. Я тебе открою портал. Уйдешь на свою чистоту. Приступай. Готово. Хорошо. Готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Хорошо. Неупокойная душа у нас осталась, да? Да. Неупокойная душа, представься, как мне к тебе обращаться? Жерард. 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 Жерард, как давно ты покинул этот мир живых? Как давно ты умер? 1932. Почему так долго находился на земле? 90 лет после смерти. Что случилось? Его тело придавлено огромным камнем где-то. Пока оно не разложилось, он был возле него. Какой ужас. Это в горах? Как привязаны. Это в горах где-то было? Тебя раздавило камнем каким-то, да? Это далеко от этого места, где мы сейчас находимся. Ты во Франции жил? Да. Он говорит по-французски. Понимаешь его, Вера? Нет. Ну, переключись так, чтобы ты его понимала. Переключаю тебя. Жера, объясни, пожалуйста. Тебя в горах где-то камнем раздавило, да? Упала глыба. Он показывает, что он ехал на телегу. Лошадь-телега. И сорвался камень. Какой ужас. Это горная дорога. И 90 лет ты не мог найти покой? Находясь возле этого камня, в этом месте, да? Он, как оказывает, не мог до конца отделиться. Хорошо. Жерард, у тебя есть сегодня действительно, ты получил информацию, мы откроем тебе портал, светлый портал, и ты уйдешь в чистилище. Там тебя уже заждались. Ты готов уходить? Он показывает. Да, он готов уходить, но он показывает, что его как... Он пытался выйти, его назад возвратило. Пытался как на резинке на какой-то назад, его притягивало тело. Он не выполнил много чего в своей жизни. А в каком возрасте ты погиб? Прервалась. Сколько лет тебе было, когда жизнь прервалась? 32. Совсем молодой. Да. Хорошо. Маленькие остались у него. Ужас. Поэтому тело возвращался. Понимаю. И ты 90 лет находился возле... У него несовместимые жизни, абсолютно были травмы, поэтому ничем не мог помочь тебе, хотя и возражал тело. Жерард, это был сбой программы? Или это было запланировано как-то в твоем судьбе такое пережить? Он не знает, но он говорит, что это несправедливо. Хорошо. Хорошо, Жерард, я не смею тебя больше задерживать. Ты 90 лет ждал этого момента. Ты готов уходить? Он готов, и он говорит, что там он все знает. Конечно. Хорошо. И я даю команду. На счет 3 открывается светлый портал в Чистилище. 1, 2, 3. И Жерард видит этот портал. Жерарда встречает его, куратор, все его дети, все, кто его знал и любил, встречают его. Мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни, Жерард. Всего хорошего. Он даже не подумал, что дети могут его встречать. Конечно, могут. У него такие вибрации пошли. Они такие полноценную жизнь прожили. Конечно, тебя встречают, Жерард. Всех благ тебе в новой жизни. Он ушел туда, красивый мужчина. Отлично. Черном волосе помахал нам. И успехов ему. Закрывай, опечатывай, растворяй. И еще одной душе помогли. Хорошо, Вера. У нас осталась там клетка, да? Да. Пустая? Да. Открывай под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И клетка уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И я даю команду на щетри. Есть. Хорошо, мы здесь закончили. Переносимся к входной двери. Да. И переносись на земельный участок. Я здесь. Я даю команду на щетри по всему периметру земельного участка без дома. Значит, во дворе у нас пруд. Спрут, демон. Спрут, демон. Хорошо. Кошка. Кошка. Две кошки. Все. Две кошки. Хорошо. Демон, сколько герц? 12. Хорошо. Начнем с прута, спрут. Выходи. Собирай все, что ты раскидал на этом земельном участке. Ничего не забывай. Возвращайся сюда, я тебе открою портал. Уйдешь на свою чистоту, приступай. Присоски у него. Аден их раскидал, интересно. Спрута я редко видел во дворе. В области бассейна. А, где вода. Его стихия, конечно. В этой части, где люди, чтобы от них подпитываться. 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 Понятно, да? Собрал. Хорошо. Готовы ходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Кушечки, вы хотите уйти? Да, хотят. Хорошо. И я даю команду. На счет 3 открываю кошачий портал. 1, 2, 3. И кушечки уходят в этот портал. Они мяукают, не останавливаясь. Бегают туда. Ну, красавицы. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Острый бой. Ну, а как же. Праздник. Готово. Хорошо. Демон остался. Демон, я тебе предлагаю следующий вариант. Ты сейчас выйдешь, соберешь все, что ты раскидал на этом земельном участке. Потом ты мне покажешь порталы. После этого я соберу весь негатив, находясь на земельном участке. И отдам тебе в дорогу. И отпущу тебя. Тебе устраивает такой вариант? Устраивает. Хорошо. Давай, выходи. Собирай все, что ты раскидал. И начнем с порталами. У него сетки раскиданы. По всему участку. По всему участку. Понятно. Люди спотыкались, падали или что там было. Теряли энергию. Как оно здесь? Теряли энергию. Дойдя, выходя, идя в дом и выходя из дома, да? Тот, кто заходил туда. Подбрасывал он где больше людей. Там рабочие какие-то. Сетки собирал. Хорошее место. Согласен. Хорошо. Собирай. Собрал. Хорошо. Давай, пошли по земельному участку. Покажи мне, где что находится. Меня порталы интересуют. Но он говорит, что здесь один портал. В виде воротки на земельном участке. Да. Ты видишь его, да? Да, вижу. Хорошо. Я даю команду по всему периметру этой воронки. Внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает тогда этот портал. Фантом портала. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Больше ничего нет, да, Демон? Один был, и тот закрыл. Да я тебе открою сейчас твой, не беспокойся. Я даю команду на счет 3. Возвращаемся к клетке. Он говорит, это ты хорошо загнул на 2 метра. Даже я не додумался бы до этого. Готово. Хорошо. Что у нас там вышло? Шар намотался негативный. Отлично. Забираешь? Он говорит, временной. Временной, что это значит? Отправляю Демона. А, много времен там, да? Да. Негатив со всех времен. Одна слоеная. Я как увидел, как слоеный пирог такой. Одно поколение, одна генерация. А сколько там столетий, интересно? Да откуда я знаю? Да я шучу. Ладно, хорошо. Готово уходить? Им твое сравнение с пирогом понравилось. Готов, да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Демона, 1, 2, 3, и Демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Под клеткой открывая портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, и клетка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Яду команду на 4. Обычно после этого все в саду цветет, если что-то есть. Готово. Отлично, мы закончили. Вера, ничего не забыли? Нет. Хорошо. Переносимся к входной двери, 1, 2, 3. Да, я здесь. Отключаемся от дома и переносить в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok